Кавказ Кавказ это уникальное место, где живет около 50 народов. Многие из них живут на этих землях более 3000 лет. Другие пришли в результате завоеваний или миграций. Цель этого проекта показать историю, культуру и обычаи кавказских народов. И с глубокой древности и до наших дней. Сегодня вы узнаете, какое отношение лесгины имеют к Кавказской Албании. И что помешало этой античной цивилизации дойти до наших дней в целости. Не забывайте подписываться на канал, чтобы увидеть новые выпуски. Под видео вы найдете ссылку на инстаграм, где вы можете участвовать в голосовании о судьбе канала, получать новости, а также пополнять знания любопытными фактами. А мы начинаем. Во всех античных источниках вы найдете упоминания о Кавказской Албании, что находилась к востоку от Грузии. Но кто сейчас является наследником этого государства? Известно, что население Кавказской Албании не было монолитным, а состояло из около 26 племен. Доподлинно ученые не могут установить все этносы, входящие в этот союз, но едины в одном. Основным языком албанов был Агванский, входящий в лесгинскую языковую семью. Его использовало большинство жителей, а костяк будущих лесгин составили Леки. Это одно из племен, объединивших возле себя остальные лесгиноязычные общества. Также известно, что уже к 420 году они имели свою письменность. Это явно указывает на то, что албанская цивилизация имела все шансы господствовать на Восточном Кавказе. В политическом и культурном смысле. Но в конце 5 века Кавказская Албания была захвачена сассанидами, а окончательно уничтожена исламским халифатом в начале 8 века. После этого события начинается тотальная ассимиляция албан с соседними этносами. Считается, что часть нынешних азербайджанцев, армян и кахетинских грузин являются потомками тех самых жителей Кавказской Албании. По большей части это относится к западным албанам. Но на востоке, после нашествия чужеземцев, лекия объединяются в единый союз и основывают лекию или же лакс, упоминаемый еще в 8 столетии. Можно сказать, что это позволило сохранить свой язык и этническое самосознание и не смешаться с соседями. Но все же к 12 веку лекия попадает под влияние соседнего Ширвана, оказывавшего сильное исламское влияние. Поэтому нет ничего удивительного в том, что известный хадис-совет 11 столетия и влиятельный шейх аббасидского халифата Мамус Аль-Лакзи был выходцем из земли Лизгин, а также Юсуф Аль-Лакзи, богослов и автор летописи Дербент-Наме, повествовавший о Дагестане и Ширване начиная с 5 века. Лекия становится по сути поделена на множество небольших вольных сообществ – Ахтыпаинская, Докуспаинская, Алтыпаинская, Тагирджальская и Курагский союз. Но экспансия на Лизгинские земли Кызылбаш и Шиитов вызывает недовольство населения, что выливается в масштабное национально-освободительное движение. В начале 18 века персидская администрация повышает налоги для жителей. Помимо этого осуществляется давление на мусульман-суннитов. Постепенно одиночные бунты становятся систематическими, а в 1707 году мятежники захватывают город Шимахи и убивают наместника персов Хасана Алихана. После этого Лизгинский имам Хаджи Давуд объединяет всех повстанцев и лично возглавляет восстание. В 1711 году он овладевает столицей Кубинского ханства. Самого хана вместе с его семьей казнят. Хаджи Давуду удается объединить под своими знаменами весь Южный Дагестан и даже местных феодалов, ожидающих изгнания персов с Кавказа. Восставшие пытаются наладить контакты с Россией, дабы с ее помощью изгнать захватчиков, но та отказывает, опасаясь усиления Кавказа в случае успеха. Тем не менее, Хаджи Давуду вместе с дагестанскими союзниками в 1721 году удается снова взять Шимахи, казнить нового наместника Хусейн-хана и уничтожить все шиитское население. В ответ Шах высылает войско на подавление восстания, но лесгины узнают об этом и внезапно на него нападают, заставляя противника спасаться бегством. Становится понятно, что на Восточном Кавказе появилась новая политическая единица, именуемая Шимахинское ханство. Хаджи Давуд получает османское подданство, а также ханский титул на земли Лизгистана, Дагестана, Шеки и Ширвана. Но такой ситуации остались недовольны его дагестанские союзники, по итогу вступившие в отношения с Россией и начав осуществлять набеги на владения Хаджи Давуда. Вместе с этим де-факто независимое положение Лизгин было ни по душе ни османам, ни русским, потому в 1724 году было подписано Константинопольское соглашение, где гегемоны поделили Кавказ на зоны влияния. В этой сделке не нашлось места для Шимахинского ханства. Османы вызвали Хаджи Давуда в Гянжу для обсуждения будущих отношений. На эту аудиенцию он явился со всей семьей, не ожидая подвоха, но был схвачен и выслан вместе с близкими вглубь османского государства. После этого султан назначил наместника в Шимахинское ханство, а спустя всего 10 лет после Константинопольских соглашений персидский шах снова захватил эти земли. К началу Кавказской войны большинство земель, где жили Лизгины, уже были зависимы от российского государства. Потому их участие в этой войне больше походило на восстание из-за высоких податей или иных бытовых сложностей, чем на явную помощь кавказскому имамату. Можно даже сказать, что в какой-то степени Лизгины воспользовались ситуацией, дабы попытаться изменить положение дел на своей земле. В ходе войны они иногда выступали под знаменами Шамиля, но все же основное их участие было в местных мятежах вольных обществ. Наиболее известным из них было Кубинское восстание. Но ни одно из них не увенчалось успехом. Более того, после окончания Кавказской войны все Лизгинские общества были уничтожены или заменены на лояльные к России наибства, по сути, выполнявшие функцию местного начальства или полиции. Такие же восстания имели место и после окончания войны. Так, в 1877 году в Южном Дагестане Лизгины снова восстали, недовольные российской политикой на Кавказе и снова мятеж был подавлен войсками. В начале 20 века Кавказ охватывает война между большевиками и Белым движением. Лизгины в большинстве своем выступали за коммунистов, на обещавших им всего, чего только можно. Но всего спустя несколько лет становится ясно, что обещания так и останутся неисполненными. Вместо них начнется коллективизация и гонение сначала на духовенство, а позже и обычных мусульман. И снова поднимаются восстания, мятежников высылают целыми семьями. Помимо этого, Лизгины не единожды настаивали на создании автономии на своих землях в Южном Дагестане и Кубинском уезде Азербайджана. Эту дилемму советские политические деятели обсуждали почти все 70 лет существования Союза, но так и не достигли успеха. В 90-х годах Лизгины оказались поделены между российским Дагестаном и соседним Азербайджаном. Потому еще в 1989 году создается национальное движение Садвал, то есть Единство, ставившее целью создание независимого Лизгистана. Оно запрещено в Азербайджане и считается экстремистским. В Дагестане также ведутся обсуждения о создании Лизгинской автономии, но на данный момент явных шагов на пути к этому сделано не было. Еще в начале 4-го столетия Кавказская Албания официально принимает христианство. Но с захватом этих земель халифатом, а после Персией, осуществляется постепенная исламизация населения. Хотя еще в 17-м веке османский путешественник Эвлия Челеби писал, что к югу от Кавказа живут Лизги и что они христианского вероисповедания. Но уже в годы Кавказской войны большинство Лизгин были мусульмане-суниты, коими и остаются по сей день. Пожалуй, нет человека, не знающего танец Лизгинка. Невозможно сейчас сказать, действительно ли он появился именно у Лизгин, а оттуда уже охватил весь Кавказ. Или же каждый этнос имел свой танец изначально, но так или иначе, именно за Лизгинами осталось общее название для него. Спасибо за просмотр! Чтобы увидеть следующие выпуски, не забывайте подписываться на YouTube-канал, а также в Инстаграме. Напишите в комментариях, что вы знаете о Лизгинах и на какие темы хотели бы увидеть дальнейшие видео. И как обычно, мир вашему дому! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok